Надя, последняя игра года завершилась. Я надеюсь, у тебя хорошее настроение. Ну, да, мы его догоним. Трансляции сегодня, к сожалению, не было. Два слова о том, как прошла игра. Расскажи, пожалуйста. Жаль, что транслировали первый матч, а не второй, потому что эта игра получилась более качественной, более зрелищной. Надеюсь, вы поверите на слово. Но это действительно так, потому что проанализировали первый матч, поправили кое-какие моменты, играли более открыто, агрессивно и раскрепощенно. У тебя пакет со льдом на ноге. Кто тебя обидел? Расскажи, что случилось. Это было на последних минутах столкновение. Я разыгрывала угловой, убрала под левую ногу, поставила опорную правую, и девочка мне влетела. Но на самом деле ничего страшного, просто ушиб, как бы такой достаточно неприятный. А так, слава богу, все живы-здоровы, никаких серьезных травм ни у кого нету. И с хорошим настроением две победы в конце. Все-таки этого года идем в отпуск. Последний матч года был. Давай вспомним, что было в этом году. Какой, на твой взгляд, матч года, может быть, так его назовем? Был ли такой? Вы имеете в виду за сборную? Или вообще? Ну, нет. Давай сначала за сборную. За сборную, матч года. Ну, наверное, такой тяжелый соперник в Турции был, когда мы с Эквадором играли. Да, достаточно. Они такие быстрые девчонки. Такой народ, как бы, цепкий. Информационная тоже игра была. И именно темп игры был ближе к европейским сборам. Да, который... Наверное, я его выделила бы. Ну, а лично для тебя этот год, в том числе в клубном плане, что было ключевым? Что вспомнишь? В клубном плане, наверное, ключевой, конечно же, суперкубок, который мы выиграли. Этот матч я выделила бы. И, конечно, очень обидный матч. Это последний, как и в прошлом году. Не могу его не забыть, не выделить. Это то, что мы проиграли опять «Зениту». Поэтому, на самом деле, такой именно психологически тяжелый момент в карьере был, который приходилось как-то переваривать.